К нам присоединяется Олег Дунда, глава межфракционного объединения Верховной Рады Украины за деколонизацию и демонтаж Российской империи. Олег, здравствуйте. Доброе утро, приветствую всех вас. Да, доброе утро. Нам птичка тут принесла, что у вас день рождения, Олег. Поздравляем вас сегодня с этим днём. Это правда, да? Да. Да, бывает раз в год. Присоединяемся. Да, да, да. Спасибо за ваше включение и за то, что делаете. Ну что ж, мы говорим о том, как Путин, его режим препятствует помощи Украине и делают это, разные темы в течение эфира поднимаем, очень гибридно делают это, информационно делают это, по-всякому. Вы, как человек, который постоянно общается с западными нашими коллегами, с вашими коллегами, парламентариями европейскими, вы часто находите этот след, след этого злого, да, след этого режима? Вы сами, вот непосредственно в вашем общении, если сейчас пока о теории не говорить, вы часто видите, что, а, вот это оно, это их попытки нас разъединить и помешать нашим партнёрам помогать нам? Ну, они встречаются везде, они встречаются в Польше, в Германии, в Франции, где бы ни присутствовали эти попытки, эти проявления присутствуют. Просто мы неправильно их интерпретируем. Не следует их интерпретировать о том, что Россия, Москва пытаются вбить клин между Украиной и нашими партнёрами, чтобы Украине помогать. Нет, это немножко по-другому, всё гораздо хуже. Это не попытка расколоть наше партнёрство, это проявление глобальной войны. А многие наши партнёры до последнего времени так и не поняли, что произошло. Они классифицировали войну в Украине как войну между Россией и Украиной, это как война за независимость Украины. Праздно. Но как такая-то себе региональная война. Это не так. Фактически в конце 1921 года Путин своими ультиматумами НАТО, Вашингтону, Лондону и другим столицам объявил войну, которую Запад так и длительное время не осознавал. И эта война началась под таким же критерием, как это было у нас в Украине 15 лет назад, сначала с гибридной информационной войны. Фактически сейчас в мире происходит глобальная война и Украина является большой частью, безусловно, большой частью этой глобальной войны. Война происходит и на Ближнем Востоке. То, что произошло осенью в Газе, это проявление этой же войны России и её союзников против западного мира. То, что происходит сейчас в Западной Европе, проявление ударов в виде той же блокады границы, той же волны дезинформации, финансирования радикальных партий и движений. Более того, волна сейчас мигрантов с стран Магриба на юг Европы, в первую очередь Франции, для того, чтобы поддержать Липен в её политическом движении в этом году, тоже является проявлением войны. И вот недавно мы разговаривали с поляками, я им объяснял. Смотрите, то, что вы видите сейчас, использование ваших внутренних противоречий, использование ваших внутренних конфликтов, вот эти вот блокады, митинги, мятежи, скажем по-другому, мы, как Украина, это прошли 15 лет назад. Наша горячая война начиналась именно с этого. Мы сейчас смотрим на ваши плакаты, выступления радикальных групп и такое ощущение, что у нас деживил. Один в один, по тем же лекалам, по тем же инструкциям у нас начиналось 15 лет назад. Мы допустили большую ошибку, то, что на это не реагировали. То, что не осознавали, что это уже объявление войны со стороны Москвы. В результате это переродилось, стало горячей войной. И наша просьба к вам такая же, не допускать наших ошибок. Вы должны осознать, в конце концов, что у вас война, вам объявили войну и с вами ее ведут по всем фронтам. И от вас зависит, перерастет она в горячую, непосредственно под Берлином, под Клайпидой, под Ригой. Либо вы все-таки дадите отпор и вместе с Украиной победите. И более того, Украина в данном аспекте является основным вашим бастионом, от которого многое зависит, сможете ли вы этой войне победить или нет. И к моему искреннему удивлению, и к моему искреннему уважению к ним, вот сейчас, спустя два года после 24 февраля, какая-то часть наших партнеров, в первую очередь Восточная Европа, Польша, страны Балтии, и политическое руководство начинает давать себе отчет в этом и говорит, что да, действительно, это проявление войны. И действительно, нам нужно уже прямо сейчас изменять структуру управления, структуру экономики для того, чтобы дать отпор агрессору. И это не просто проявление отдельных политических движений, это действительно объявление войны. Олег, смотрите, знаете, мы же с вами очень много общаемся и знакомы достаточно давно, ну как давно, несколько лет. Я к тому, что еще было понимание, когда два года назад, в особенности где-то 24 февраля, вот где-то к лету, когда вот эта информационная кампания против Украины, ну даже не против Украины, а против стран-союзников Украины, она очень сильно разворачивалась, эта кампания, в частности, вот вы меня сейчас, надеюсь, поддержите. Помните вот эту тему, о которой очень много говорили российские пропагандисты, и Кремль себе позволял очень часто, лавров, песков, да все, о том, что западное оружие, которое приходит в Украину, потом появляется где-то на черном рынке, куда-то перепродается и так далее, и так далее. Где-то около года эта тема продуцировалась. Комиссию даже в Соединенных Штатах Америки создавали, не только в Соединенных Штатах Америки. Да и сколько мы рассказывали, сколько приезжали в Украину с проверками, проверяли, не оказывается ли это вооружение того или иного вида где-то на черном рынке в качестве контрабанды. Мы постоянно рассказывали о том, что работает система СОТ, это украинская, да, которая контролирует. Логос, НАТОвская система, которая тоже как бы контролирует, фактически, ну, скажем так, передвижение это западное вооружение, которое доказывало, что на самом деле Украина этого не делает. Тогда эта тема была понятна, почему Россия это делает, для того, чтобы прекратились поставки, да. А вот на сегодняшний день все-таки какая ключевая цель? Это все-таки рассорить с союзниками, ну, потому что действительно процессы предоставления вооружения сейчас все-таки, ну, очень часто регулируют такой формат, как Рамштайн, правда? Да, я сейчас не говорю о временной приостановке помощи стороны США, это другая история, но все же. А сейчас какая ключевая цель? Просто рассорить? Ну, в принципе, рассорить, когда, ну, скажем так, все лидеры европейских стран говорят о продолжительной и продолжающейся поддержке Украины, как-то не очень понятна цель. Какова цель все-таки? Там несколько целей. Если мы посмотрим внимательно, то, в принципе, мы увидим повторение 100-летней давности условный Коминтерн. Иногда смотришь на текущие события, такое ощущение, что Коминтерн времен 20-30-х годов, он возродился. Те же тезисы социалистические, кстати, очень много социалистических тезисов. Те же, скажем так, воззвания или попытки поднять мятежи, поднять забастовки один в один. То есть я прекрасно осознаю себе, что та клика, которая пришла к власти, фашистская клика, такая, времен 30-х годов Германии, которая пришла во власти к Москве, фактически воспитывалась во времена Брежничины в школах КГБ, и она эти методички очень хорошо знает, скажем так, она их вызубрила и сейчас использует по полной программе. И там несколько целей по состоянию на сегодня. Первая цель – это ослабить наших партнеров изнутри. То есть фактически их задача – окунуть. Они прекрасно понимают, что условный Кабмин или правительство Берлина, Парижа, они зависят от общественного мнения. Так их задача такая, чтобы вот это общественное мнение, общество окунуть в внутренние проблемы. Вот такой изоляционизм. У нас масса проблем здесь, у нас не хватает денег, у нас растут цены, у нас газа не хватает, у нас там аграрии плохо себя чувствуют. Зачем мы лезем во внешние дела? Давайте займемся внутренними делами. Ну, помним вот это. Сделаем какую-то страну great again. Вот что-то очень похоже на эту тему. Для того, чтобы общество внутри не интересовали внешние дела. Условно говоря, Украина, там другие, Хамас, Газа, Израиль – это где-то далеко. Нас это не интересует. Почему мы не заботимся о внутренних проблемах? Соответственно, таким образом ослабить влияние западных партнеров на дела, за их границами и фактически окунуть их в изоляционизм. Вторая задача, которую они пытаются реализовать, это фактически поставить после этого, это степ-бай-степ. Вторая задача – это фактически спровоцировать внутреннюю, гражданскую, холодную войну изначально. То есть радикализировать общество, смыть какие-либо платформы и площадки для того, чтобы находить внутри взаимопонимание, разграничить общество на крайне левые и крайне правые различными высокотемпературными воззваниями и тезисами, условно там против мигрантов, против богатых и забедных. Ну, все, что было сто лет назад. И на волне вот этого поднятого градуса, на волне этих радикальных движений привести к власти те силы, условных большевиков или коммунистов, условных, радикальные силы, левые и правые, привести к власти, чтобы фактически без выстрела победить Париж и Берлин и привести тех, которые будут хорошо уживаться с Москвой. Фактически это новое покорение Москвой западного мира. Фактически это война в гибридном виде. То, что было сто лет назад, когда Тухачевский не смог взять Варшаву и остановилась вот эта вот война, Красная Армия на Висле, и они взяли другую стратегию за счет внутренней политической борьбы все-таки покорить и все-таки победить Западную Европу. К счастью, тогда это не удалось. Я думаю, в этот раз то же самое. Олег, спасибо, так масштабировали проблему. Я бы хотел по конкретике еще с вами обсудить Приднестровский кейс. Так тоже классическая форма манипуляции, когда они разогревали под федеральное послание, послание федеральному собранию Путина. И в итоге гора родила мышь. Ну, в общем, слава богу. Россия планирует новые попытки вмешательства во внутренние дела Молдовы, будут провоцировать протесты, вмешиваться в предстоящие президентские выборы, попробуют сорвать планы страны по вступлению в ЕС. Об этом заявил глава службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце. По его словам, в 23-м ведомство зафиксировало рекордный уровень активности российских спецслужб. В этом, в последующем, в 25-м году, они ожидают от Российской Федерации новых провокаций. Ну и вот, как я говорю, несколько недель продолжались инсинуации на тему того, что Приднестровье объявит о присоединении к Российской Федерации. Этого не случилось. Олег, наши соседи, наши партнеры, вместе идем в Европейский Союз. Что делать в этой ситуации, когда... Одна из проблем, вообще связанных с российскими вот этими всеми гибридными и не совсем уже гибридными манипуляциями, потому что ты видишь и не понимаешь, что с этим делать. Вот Молдова. Как быть тут? Ну, прямой угрозы Молдовы прямо сегодня сейчас нет. Ресурсов и, скажем так, границы у них, к их счастью, с Российской империей нет. Поэтому прямого воздействия на непосредственно влияние на аннексию Молдовы и решение кардинального вопроса, как бы окончательного решения вопроса у Москвы на сегодняшний день нет. Поэтому угрозы прямой нет. Но все обратили внимание на то, что... Я прошу прощения. Все обратили... Все обратили на то, что было обращение 29-го числа преднестровских депутатов непосредственно к Москве, фактически, про присоединение к России. Но никто не обратил внимания, что за день до этого над Молдовой пролетело два дрона Шахет. И это является более глобальной угрозой для Молдовы, чем все эти Приднестровья. Приднестровья ресурсов для угрозы Кишиневу по состоянию населения нет. Но Россия, запустив два дрона через Молдову, хотя в этом не было никакой технической целесообразности, от слова совсем, фактически показала Кишиневу угрозу о том, что мы будем на вас влиять не через Приднестровье по состоянию на сегодня, а путем ракетных и дроновых атак. То есть эти дроны, они могут приземлиться не на территории Украины, а непосредственно под Кишиневом, либо в аэропорт Кишинев. И ничего, никак воздействовать Кишиневу на эту угрозу никоим образом не может и не в состоянии. Поэтому Кишинев, насколько мне известно, воспринял эту угрозу достаточно серьезно. Они ее прекрасно понимают, несмотря на то, что не говорят об этом публично. Но, тем не менее, это ставит Кишинев в весьма уязвимую позицию и никаких, фактически запрещает, и Кишинев не будет по состоянию на сегодня, никаких делать активных движений против Приднестровья и против, скажем так, информационной войны со стороны Москвы, осознавая вот эту вот угрозу. И в данном случае, если Кишинев хочет все-таки своей независимости и решить вопрос угрозы со стороны Приднестровья, а это такое себе слабое место Кишинева. Это гангрена, которая разъедает весь организм Молдовы. Это вопрос времени, когда его нужно будет решать. Им нужно обратиться или начать разговоры и с нашими западными партнерами, и с Украиной для того, чтобы обеспечить ПВО и защиту с воздуха Молдовской Республики для того, чтобы не иметь эти угрозы. Потому что по состоянию на сегодня с ПВО там совсем все плохо. Олег, еще один пример. Меня, честно говоря, когда эту новость увидел, меня удивило, почему так долго мы наблюдаем действующих сотрудников российских спецслужб, которые еще как-то влияют на европейскую политику. Так вот, западные разведки, рассекретели агента ФСБ, который внедрялся в институции Европейского Союза, распространял прокремлевские тезисы о вторжении России в Украину. Это гражданин Сербии. Зовут его Новица Антич. Сообщает издание «Политика» со ссылкой на соответствующие данные. Антич выполнял указания сотрудника ФСБ по имени Вячеслав Калинин. Это его куратор. Сообщается, что этот куратор вербовал и других людей для работы на российские спецслужбы. Имена вот этих других агентов не разглашаются. Ну, Олег, вот это как раз с того, чего мы начинали. Что повсюду есть. Как с этим бороться? Почему разведки... Вот меня всегда такой вопрос интересует. Они знали об этом и ждали? И тогда получается, что каждый день, который позволяет агенту влияния продолжать свою подрывную деятельность, стоит очень дорого. Либо так все законспирировано, что вот в прямом эфире узнают и сразу нам сообщают. Я скажу даже больше. Политический мир и истеблишмент Западной Европы, он практически пронизан российской агентурой. И это началось достаточно давно, и искоренять это очень тяжело. Объясню почему. Потому что россияне действовали очень технично. Вот нужно отдать им должное. Они за последние 20 лет, имея огромное количество приток нефтедолларов и газовых долларов, они эти деньги, часть этих денег вложили в создание так называемых общественных организаций. Начиная в Париж, Брюссель, Лондон. Они финансировали огромное количество финтенков. Огромное количество. Большие финтенки в Брюсселе, например, по состоянию на 22-й год, были практически полностью зависимы от российского финансирования. А нужно понимать, что финтенки не следует их недооценивать. Это те экспертные круга, это те мыслители, скажем так, которые фактически формируют для политического эстеблишмента будущее, формируют тезисы, с которыми они должны выступать, которые, в свою очередь, также от этого зависимы. Через эти финтенки финансировались различные политические программы, финансировались радикальные партии, которые до сегодняшнего дня сильны. Ну, возьмем, к примеру, например, такая Липе, которая достаточно давно была сказана, что она финансируется за счет российских денег. Или то, что сейчас в Берлине, в Германии растет новое радикальное движение, фактически коммунистическое, Сара Вагентнехт, которая также финансируется за российский счет. То есть политические движения в Западной Европе за последние 20 лет очень привыкли к российскому финансированию. Я знаю точно, что в Брюсселе есть ряд политиков, которые очень скучают за российскими чемоданами с деньгами. И фактически живут надеждой, что рано или поздно Украина сама спровоцирует или скажет о том, что она готова там сдастся, и российские чемоданы с деньгами снова потекут в Брюссель. Это так и есть. Более того, тут вопрос к спецслужбам. Если мы возьмем, например, вот эту вот аспожу Липен, которая сейчас является лидером по рейтингам во Франции, которая давным-давно доказана, что финансируется за российский счет, то, насколько мне известно, по ней, по стране на сегодня никаких во Франции расследований правоохранительными или спецслужбами не ведется. Есть только одно расследование, которое проводится с Сенатом, и то оно было инициировано непосредственно самой Липен, которая попросила провести это расследование, чтобы себя каким-то образом обелить. Насколько я понимаю, не сильно получается. Возьмем наших балтийских товарищей. Недавно The Insider озвучил информацию, что одна из европавломентариев, по-моему, из Латвии, давным-давно находится на финансировании на контакте с ГРУ Москвы. И при этом правоохранительные органы Латвии отвечают, что у них нет соответствующей криминальной статьи, за что ее судить. Еще раз, ваш политик, ваш депутат находится на контакте и на финансирование вражеского государства. А вы не знаете, за что его привлечь. И таких вопросов к нашим партнерам достаточно много. Они за 30 лет после развала 1991 года, советской тогда империи, привыкли, что угроз нет, что оборонные сектора и спецслужбы нужно срезать, их финансирование. Фактически они не нужны. И они попали в такой себе мир комфорта и уюта. И это привело к тому, что эта угроза снова возникла. И сейчас возникает большой тренд на то, что нужно возобновлять ВПК, возобновлять работу спецслужб. И то, что я сейчас слышу в Варшаве, вселяет в меня очень много оптимизма, что таки это будет в ближайшее время сделано. Спасибо, Олег. И вы вселяете в нас оптимизм, в свои позиции, всегда так уверенно говорите на такие сложные темы. Успехов в вашей работе, успехов вам в жизни. И хорошего дня вам также. До свидания. Олег Дунда, глава Межфракционного объединения. Верховная Рада Украины за деколонизацию, демонтаж Российской империи, так называется эта группа. Частый гость наших эфиров. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.